здравствуйте друзья здесь демитков юрий только что я снял видео от недавно совсем про недвижимость которая на мой взгляд не очень хорошо смотрится и звонит мне мой подписчик который приобрел курс биржа для чайников свое время и мы общаемся продолжаем общаться он ну скажем так я не могу называть его но из района по волжи где-то там набережные челны чебоксары ешкарала где-то вот из того района и он говорит слушайте юрий алексеевич а вот у меня такая идея мои знакомые в общем-то это сделали и предлагают мне как вы считаете стоит ли вложить в недвижимость вот и он говорит что идея такая в москве в районе рынка москва купить квартиру и там очень много китайцев торгует можно ее сдать китайцам квартира стоит 5 миллионов 35 тысяч рублей в месяц китайцы ребята аккуратно и платят хорошо спрос есть на сдачу в аренду и соответственно получать от этого пассивный доход ну я сказал что очень сказать я не считаю это хорошей идеей но тем не менее вот он говорит ну не знаю недвижимость смотрите какие доводы во первых пассивный доход во вторых недвижимость она в отличие от акций не упадет в цене что сомнительно вот в третьих значит но он говорит что ну до нуля то она точно не упадет потому что московская недвижимость всегда ценится и недвижимость это все-таки камни значит там стекла и так далее то есть нормальная недвижимость она не должна упасть цене потому что у нее есть своя себестоимость вот им почему бы ее не сдать как вы считаете ну давайте попытаемся посчитать сколько все это стоит я просто вот прикинул ну я хочу во первых для него это видео ну и я думаю что многие интересуются на самом деле вот таким вариантом вложения как недвижимость давайте посмотрим вот я попытался рассчитать те данные которые он мне дал смотрите стоимость квартиры при покупке пять миллионов рублей это он мне сказал это не я придумал но похоже на правду доход от сдачи в месяц тридцать пять тысяч рублей предположим что стоимость квартиры при покупке 5 миллионов ее не надо ремонтировать что очень-то сомнительно то есть мне кажется там тысяч двести еще надо вложить в ремонт и покупку хоть какой-то мебели для китайцев вот ну пусть будет предположим предположим это сильно предположение что квартира сдается все 12 месяцев в году аккуратно и китайцы платят а человек сидит там какой-нибудь своей йошкар-але и получает от этого доход значит посмотрите вот она формула да вот то что выделено таким цветом это формулы а то что не выделено это цифры которые ну предполагаются итак цифры 5 миллионов рублей 35 тысяч в месяц умножаем 35 тысяч в месяц на 12 месяц получается 385 тысяч рублей в год теперь дальше ну вот здесь формула идет но я предполагаю что раз в три года надо все-таки делать там ремонт и этот ремонт но по минимуму пусть обойдется в 300 тысяч рублей хотя я предполагаю что в 500 все выльется вот теперь значит если 300 тысяч рублей делим на три года получается 100 тысяч рублей вот она формула в год вот и на самом деле в эти 300 тысяч рублей если мы всего месяц потратим на ремонт то есть она месяц не сдается то соответственно туда же входит в эти 300 тысяч неполученные 35 тысяч то есть за ремонт то есть это получается двести шестьдесят пять тысяч за ремонт плюс не полученные их надо вычесть тоже из стоимости вот так и теперь смотрите он говорит что ну в крайнем случае ее же можно всегда продать вот и продать но предполагается что она дешевле точно не будет что сомнительно в общем но про продать можно пять миллионов рублей предположим теперь посмотрите за пять лет например до считаем за пять лет доход от сдачи посмотрите вот здесь формула c6 минус c7 умножить на 5 c6 доходы в год минус средние расходы на ремонт 385 минус 100 тысяч получается двести восемьдесят пять тысяч умножаем на пять лет получается миллион четыреста двадцать пять тысяч мы получили за это и того доход от сдачи мы получили миллион четыреста двадцать пять плюс мы продали ее за те же пять миллионов и поделить на стоимость квартиры при покупке пять миллионов рублей получается в рублях мы получили за пять лет всего двадцать восемь с половиной процента всего а вот вот доходность от этой истории всей и в годовых это получилось пять целых семь десятых процента годовых ну в общем я бы задумался на самом деле стоит оно того или нет вот вот теперь давайте посчитаем а что будет за пять лет с курсом доллара давайте ну вот сейчас курс доллара 64 с половиной рубля за доллар и в текущих ценах эта квартира стоит семьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать долларов и тридцать пять тысяч рублей в месяц я делю вот на это же 64 с половиной получается что мы получаем пятьсот сорок три доллара в месяц но мы получаем тридцать пять тысяч рублей там не в долларах доллар растет в цене мы не повышаем арендную плату но когда-то там через год возможно мы ее повысим вот еще через год возможно мы повысим но через пять лет когда мы продаем за те же пять миллионов рублей я думаю что здесь можно не согласиться можно согласиться что доллар будет стоить и ну семьдесят пять рублей за доллар почему нет опять же это вопрос спорный вот и что мы получаем мы получаем миллион четыреста двадцать пять тысяч рублей за все время вот сдачи и я предполагаю что в среднем примерно это будет семьдесят рублей за доллар в среднем то есть в начале у нас шестьдесят четыре с половиной потом шестьдесят пять поговариваю что доллар будет концу года ну например шестьдесят восемь шестьдесят девять почему нет вот ну и дальше он немножечко я думаю подрастет а может не подрастет как бы все бабушка на двое сказала то есть мы получим за все время от сдачи в аренду 20 тысяч триста пятьдесят семь долларов вот при таких вот раскладах и получается если в долларах считать то мы получаем вот эта сумма доход от сдачи в долларах в среднем плюс вот эта сумма продажа в долларах она подешевеет слегка по моему предположению и поделить на курс покупки то получается 12 целых двадцать шесть сотых процентов в долларах за пять лет вот но можно спорить обо всем но как можно здесь повысить ну доход от сдачи в месяц вряд ли вы его повысите правильно вот прямо сейчас ну я думаю что там все это оговорено вот но если мы купим квартиру не за пять миллионов а за четыре например миллиона то все сильно улучшается поэтому ну конечно стоит купить ее за ну подешевле но получится или нет это не факт вот что еще ремонт раз в три года но здесь вряд ли меньше чем раз три года вы будете ее ремонтировать скорее каждый скорее каждый год будете ремонтировать но тогда вообще будет а вот полный вот ну стоимость ремонта давайте предположим что 500 тысяч рублей 500 тысяч рублей уже доходность вот такая доход от сдачи соответственно падает вот сто шестьдесят шесть тысяч рублей в год получается за ремонт вы все это можете посчитать если каждые два года ставим два года получается два и семь процента годовых понимаете да вот здесь три года я возвращаюсь 300 тысяч ну будем считать что 300 тысяч мы укладываемся в ремонт вот здесь опять же предполагается что что китайцы сами платят за коммуналку то есть мы получаем 35 тысяч рублей и китайцы платят за коммуналку теперь смотрите какие здесь риски вот я лично вижу но смотрите здесь прежде всего не учтены налоги мы как бы предполагается что мы купили квартиру и никому не говорим что мы ее сдаем китайцам так ли это на самом деле и стоит ли это на самом деле делать я подозреваю что это не стоит делать почему потому что если вы живете там где-то в поволжье и сдаете квартиру ну вы же не знаете что происходит в москве а в москве происходит следующее я бы советовал все таки заплатить эти деньги несчастные смотрите плюс вот я просто прикидываю вот стоимость вот эти вот деньги не пожалеть вот и в год и умножаем на 0,13% это доходность от сдачи квартиры в аренду вот но я бы вам то есть это на 50 тысяч она уменьшается я бы вам советовал это все таки сделать на самом деле потому что от греха подальше как можно это дело снизить можно купить квартиру например на ИП или там как бы сказать что я вот как ИПшник я зарегистрировать ИП я плачу это дело и тогда просто вот эти доходы вписывать как доходы ИП личные нет проблем и тогда это будет не 0,13 а 0,06 6 процентов как ИП это возможно вполне нормально 23100 я считаю что это стоит сделать вот почему потому что смотрите в этом доме живут не только будут жить не только китайцы которые но возможно там будут жить и москвичи не исключено правильно в этом же доме и вряд ли они будут рады соседству китайцев которые значит там человек 10-15 в вашей квартире живет вы понимаете да и они могут там пожаловаться почему-то там кому они пожаловаться участковому участковый придет скажет а что это такое кому принадлежит квартира квартира принадлежит вам и на каком основании живут китайцы китайцы скажут ну вот мы типа снимаем или что мы в гости приехали к своему другу Вячеславу вот ну короче говоря 1200 штраф будет наверное вот лучше этого избежать по крайней мере сказать что да вот я официально сдаю и как ИП плачу налоги я считаю что это стоит сделать вот но если не получится то в общем сказать будьте готовы что вам придется из своего положения приезжать и разбираться с местными органами это первое второе блестящая идея купить квартиру в районе рынка Москва там сказать торговый центр где тусуются китайцы где китайцы продают все оптом и продавать китайцам что будет с вашей бизнес идеей если вдруг власти решат закрыть этот рынок как вы считаете этот вариант исключен или нет давайте вспомним что сделал собянин когда пришел к власти он позакрывал кучу оптовых рынков и перенес птичку значит вон туда на садовод сейчас понимаете он это сделал он там кучу позакрывал этих всяких оптовых рынков ну они до сих пор еще стоят полуразобранном виде на месте некоторых уже что-то построено поэтому здесь этот вариант нельзя исключать как только рынок будет закрыт ценность этой недвижимости сразу падает и она уже не так будет цениться китайцами как сейчас и скорее всего либо аренду придется снижать либо продавать а продавать так как будут продавать в общем сказать все придется продавать с дисконтом поэтому вот здесь вот например если заложить например 4 миллиона стоимость продажи то в общем сказать уже все сильно падает вот стоимость продажи и здесь так ну ка у нас почему-то проценты не изменились с 6 ну в общем за пять лет восемь с половиной процента если вас устраивает в таком варианте то да ну здесь просто вот годовые считаются из расчета просто вот там предыдущий вот восемь с половиной делим на пять получается там что-то там полтора два процента вот ну в долларах вот получается насколько я понимаю отрицательная доходность ну да 53 плюс 20 это меньше чем то есть в долларах получается доходность отрицательная то есть в долларах вы теряете но опять же вот эти вот цифры они взяты от балды это средний курс доллара вот 70 за весь период я сказал 75 через пять лет ну не знаю какой он будет насколько это правдоподобно может он будет там 48 рублей за доллар почему нет как вы считаете может он быть таким или нет вот но при доходности скажем мне кажется что вот при доходности меньше чем процентов 12 годовых вот не стоит рассматривать такие проекты почему потому что есть альтернатива например да посмотрите доходность по ОФЗ она крайне низкая сейчас крайне низкая примерно 6,3% годовых в рублях что нам мешает взять например и вложить все эти деньги просто в ОФЗ и мы выберем ОФЗ не самые доходные которые там дальние которые 8% дают годовых доходность но они там до 34 года например до 30 года мы будем выбирать с гарантированной доходностью например ну 5 лет сколько сейчас 19 год до 24 года скажем так погашение и там есть разные выпуски по разным месяцам мы разобьем всю эту сумму на равные доли так чтобы купон нам поступали купонные выплаты каждый месяц и получается что мы каждый месяц получаем купоны в рублях и абсолютно гарантированно и не надо никакого геморроя никаких налогов не надо кстати если это ОФЗ вообще никаких налогов не платится я не понимаю честно говоря вот если интересует как это разложить в ОФЗ я сниму наверное отдельное видео потому что сейчас я ну просто не готовился к этому но я могу просто показать какие есть ОФЗ с какими помесячно я думаю что я это сделаю вот но я считаю что просто положить в абсолютно надежный инструмент в ОФЗ с доходностью ну не меньше чем вот это вот не 5,7% годовых не 8,5% за 5 лет а гораздо больше ну в общем я считаю что риски вложения в недвижимость они существуют вот какие еще риски существуют ну смотрите ну ну пожар это понятно да сказать там когда человек десять живет в квартире ну даже насколько они аккуратные пожар теоретически может быть они случаются вот ну ладно пусть не будет пожара не буду я вас пугать пожарами но риск достаточно высокий следующий власти уже давно озабочены теми людьми которые покупают квартиры именно для того чтобы сдавать в аренду ну во-первых они озабочены тем что эти люди не платят налоги про налоги я сказал что лучше это дело сделать и в этом деле подстраховаться ничего страшного вот потому что себе дороже будет в черную это делать а есть еще такие у нас задумки у властей о том чтобы ввести налог на недвижимость на лишнюю недвижимость вот и я вам скажу так кто у нас сидит законотворцы законотворцы сидят люди которые сами владеют вешенной какой-то элитной недвижимостью и они будут не определять вот это вот себе то они не обидят наверное то есть скорее всего они будут вводить налог на недвижимость да по стоимости стоимость рыночной уже так сказать она уже внедряется уже налог повышен вот но будут налог на не лишние метры а лишние квартиры скорее всего будут вводить скорее всего так будет вот и этот налог будет не маленький во-первых почему не маленький ну вы же знаете что законотворцы любят у нас повысить налоги а недвижимость это дело такое ее очень трудно утаить квартира есть кому она принадлежит вот этому значит сдает в аренду пожалуйста на плоти за налог на недвижимость для справочки в америке налог на недвижимость является основным налогом почему потому что собираемость охренительная вот как вы думаете мы придем к этому же или нет я думаю что налог на недвижимость у нас будет введен когда вопрос времени поэтому вот такие мои соображения я честно говоря не специалист по недвижимости я просто взял и раскидал те данные которые есть вот эту табличку я готов выслать всем желающим ну я думаю что может быть я даже скину ее на гугл диск и либо под этим видео сделаю ссылочку либо по запросу по e-mail я вышлю всем желающим скорее по e-mail на самом деле вот поэтому пожалуйста если у вас есть какие-то вопросы свои соображения напишите пожалуйста мне об этом вот мне будет очень интересно я честно скажу я не специалист по недвижимости может быть я что не так делаю кто это этим занимается напишите пожалуйста что я рассказал не так вот а со всех остальных пожалуйста комментарии лайк и до встречи оставайтесь на моем канале будет много интересного а на сегодня все спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий до встречи до встречи